В какой степени характеризуя национальные вопросы в поздней Российской империи, национализирующуюся империю, мы можем говорить о прямом продолжении логики предшествующих десятилетий, а в какой мере приходится говорить уже о появлении качественно новых факторов, качественно новых феноменов? Ну, для того, чтобы рассуждать об этом вопросе, лучше всего начать с книжки Юджина Вебера, которая называется Peasants into Frenchmen, то есть как из крестьян делали французов. В этой книжке он рассказывает, как намного более эффективное, чем российское, французское государство, в течение всего 19 века старалось население вот этого гексагона, вот этого шестиугольника превратить во французов. При том, что даже в последней трети 19 века около трети населения Франции по-французски не говорило. Оно говорило по-бретонски, оно говорило по-провансальски, оно говорило на наречиях, которые назывались Патуа. Значит, почему нам эта книжка очень важна? Потому что Вебер рассказывает о том, что вот все эти усилия не давали решительного результата до начала 20 века. А в начале 20 века пошла очень энергичная ассимиляция. И он это связывает с социальными структурными изменениями. То есть повлияли индустриализация, урбанизация, всеобщая алфабитизация и так дальше. Если мы посмотрим на Российскую империю, предположим, с 1906 года, то мы увидим следующую вещь. Темпы роста городов, урбанизация существенно превышают, например, темпы роста городов в австрийской монархии. Ну, возьмем пример Украины. Львов был в конце 19 века, или даже в середине 19 века, вторым по численности городом на Украине после Одессы. А к началу 20-го, это, по-моему, пятый город, там еще Харьков, Киев и так дальше выросли. А индустриализация заработала новое сердце российской промышленности. Донбасс и Кривой Рог. Вот это все началось в самом начале 20-го века. А Столыпин дал крестьянам свободу от общины. Началась колоссальная перестройка структуры сельского хозяйства. Это было очень важно. А мы, глядя на экономику, видим, что промышленность растет со средней скоростью 6 процентов в год. Иногда давай 11 процентов. Сельское хозяйство кардинально меняется. Всегда полезно пользоваться какими-то аналогиями. Вот мы не знаем, что случилось с российским сельским хозяйством за последние 10 лет. Мы живем в городах, мы не знаем, что там случилось. Но мы вдруг обнаружили, что Россия стала главным поставщиком зерна на мировой рынок. Вот это наша Россия. Да что-то произошло. Мы даже не поняли, что. Вот точно так же что-то произошло. Что-то начинает происходить. Россия начинает захватывать европейский рынок маслом. Россия очень мощно стоит на рынке зерна и так дальше. И есть масса других аспектов этого более-менее успешного развития. И есть новая сфера политического участия. Есть дума, есть голосование. И таким образом начинают работать вот те процессы, которые выстрелили во Францию. В России они только запускались. Но они запускались. Накануне Первой мировой войны Россия стояла на пороге ведения всеобщего начального образования. Вот у нас до сих пор есть, в общем, довольно неглупые люди, которые искренне верят, что без большевиков ликвидировать безграмотность было невозможно. Да, но это вот какие-то вот устойчивые иррациональные мифы. А к чему это все говорится? Что мы не видим в это время, вот шестой, предположим, четырнадцатый год, нарастание национальных движений на окраинах. Мы скорее видим падение активности этих движений после революционного кризиса. А также, если вернуться к украинскому кейсу, который для нас наиболее значимый в контексте этих разговоров, практически в каждом крупном городе на Украине в 906 году была создана украинская газета. К 1908 году выжила только одна в Киеве Рада, и то за счет дотации одного человека. То есть, русская пресса просто задавила. А каков масштаб, что там происходит, это еще плохо изучено. Но пример замечательный, это то, что Союз Русского Народа имеет самую крупную, многочисленную свою организацию на Волыни. В ней участвуют более ста тысяч человек. Это попы и крестьяне. Это те самые крестьяне, которые в 30-е годы станут украинцами. Но сейчас они члены Союза Русского Народа, они малороссы, и они представляют эти регионы в Думе, и выступают против украинского движения, и говорят о том, что нечего нам придумать какую-то украинскость. Мы малороссы и часть русского народа. В этом смысле решающим переломным моментом в соревновании вот этого русского проекта и украинского проекта становятся военные годы. История сложная, но там были несколько факторов. Во-первых, 400 тысяч пленных из 3,5 миллионов русских пленных были выделены в отдельные лагеря для украинских военнопленных. Это делали немцы и австрийцы. Было шесть таких лагерей. А во-вторых, были созданы украинские части, в том числе и гаузургами. Работала пропаганда, закачивались деньги. А потом наступила оккупация. А оккупационные власти проводили политику дерусификации и украинизации на этих территориях. В это же время, то же самое и более продолжительное время, это делалось в отношении белорусского движения. Когда война закончилась и пришла советская власть, поразительным образом большевики продолжают это дело, разрушение русского проекта. Потому что именно русский национализм был главным врагом большевиков. Те слои, которые были носителями русского национализма, дворянство, офицеры, попы, благополучные слои города и так дальше. Крестьяне. Именно они воспринимались большевиками как враги. Белое движение целиком националистическое, только степени национализма разные. «Малорос» исчезает как проект идентификации. В переписи 1926 года слово «Малорос» запрещено. Переписчики инструктируются, что если человек говорит о том, что он «Малорос», ему надо объяснить, что он украинец. То есть, вот это соревнование русского и украинского проектов в начале 20 века, оно открыто по результатам. Война и советская власть. А они оказываются решающими. То есть, исход этого соревнования, он решается в 20-е годы, и он решается не в пользу русского проекта. Но если мы таким образом можем описать судьбу соперничающего большого русского проекта и украинского проекта, то автоматически возникает вопрос на сравнение, почему другой сценарий в этом случае реализуется в конце 19-го, в первую треть 20-го века в случае с Белоруссией. Он не другой. Он другой в том смысле, что белорусский национализм намного слабее украинского в 19-м веке и в начале 20-го. Почему это происходит? Вот, собственно, я хотел спросить, что дает силу украинскому национальному движению по сравнению с белорусским и что делает его, в конце концов, при всех этих сравнительных отмеченных слабостях, тем не менее, достаточно сильным соперником? Ну, во-первых, у украинского национализма есть, как минимум, два ресурса, которых нет у белорусского. Это казачий миф и казачья традиция, которые используются. Как раз казачья старшина не участвует активно в украинском национализме. Но миф этот используется, безусловно. Второе – это университет. В 32-м году, если не ошибаюсь, в 1832-м закрыт Виленский университет. И на территории Белоруссии никакого университета и никакой высшей школы с тех пор и до конца империи нет. А вместо Виленского университета и за деньги, которые были отняты у Виленского университета, создается Киевский университет. Если мы посмотрим, где происходит кристаллизация каких-то групп активистов украинского движения, то это именно Киевский университет, Харьковский университет. То есть, вот это структурные вещи. Не говоря уже о том, что численность выше. Но на самом деле это не вполне... Нельзя сказать, что это решающая вещь. Потому что, если мы посмотрим на 19-й, 18-й, 19-й, 20-й, у нас есть слабые националистически настроенные левые на Украине, слабые националистически настроенные левые в Белоруссии. И та и другая группа используются большевиками и получают совершенно непропорционально своему составу влияние бюрократических структур создаваемых. И в результате мы имеем Советскую Беларусь, мы имеем Советскую Украину и в обоих случаях реализуется Пьемонтский принцип. То есть, белорусам и украинцам под советской властью должно быть так хорошо, чтобы белорусы и украинцы под польской властью хотели под советскую власть. Это вот все продолжается до начала 30-х годов. То есть, решающий фактор все-таки это не сила украинского движения сравнительная с белорусским. Это политические решения Советов. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok